Традиционный прием по случаю дня независимости Соединенных Штатов Америки Входит в нашей стране в число самых представительных и многочисленных публичных мероприятий Наряду с президентским балом 24 февраля и парадом победы 23 июня Вместе с тем это еще и самый демократичный праздник, который проходит в форме традиционного американского пикника Под стать этому и угощение, гамбургеры, кола, пиво, чипсы и мороженое Впрочем, этот прием стал особенным, поскольку нынешний посол США покидает свой пост после трехлетней службы И праздник стал поводом для подведения итогов Мы прибыли сюда с целью вывести отношения с народом Эстонии на новый уровень И я считаю, что нам это удалось Во-первых, было много непосредственных контактов и встреч на личном уровне Во-вторых, мы развивали общение посредством современных технологий И в-третьих, комбинировали оба эти способа Как вы, я надеюсь, заметили, я в своей речи постарался выразить свою благодарность жителям вашей страны За гостеприимность на не очень хорошем эстонском языке И даже сказал несколько слов на русском В знак того, что мы заботимся обо всех, кто живет в Эстонии И в том числе, конечно, о русскоязычных жителях Примечательно, что посол Майкл Полт является американцем в первом поколении Так как родился он в Австрии Закончил университет штата Теннесси Более 30 лет является карьерным дипломатом До того, как стать послом в Таллине, мистер Полт работал в посольствах США В Сербии, Германии, Швейцарии, Мексике и Дании Занимал высокие посты в различных отделах государственного департамента Как и полагается дипломату, в этих командировках его сопровождала супруга На которую пребывание в нашей стране оказало сильное впечатление Для меня, как специалиста по информационным технологиям, работающего в госдепартаменте США Успехи Эстонии в развитии IT-сектора представляются фантастическими В особенности, что касается высокой доступности Wi-Fi И уровня распространения электронных услуг государства Пожалуй, это главное положительное впечатление от вашей страны Одной из основных торжественных частей сегодняшней праздничной церемонии Стало награждение бывшего командующего силами обороны Эстонии Анса Лануца Наградой Министерства обороны США Орденом Легион почета командорской степени Лануц был удостоен ордена за его вклад в укрепление эстонско-американских связей В сфере обороны и развития трансатлантических отношений Бывший главнокомандующий, а ныне советник премьер-министра Андруса Ансипа Стал первым эстонцем удостоенным Ордена Легион почета командорской степени Ну а кульминацией Дня независимости США на эстонской земле Стала дегустация торта, оформленного в звездно-полосатых цветах Новый глава дипломатического представительства США в нашей стране Представит свои верительные грамоты президенту Эстонии в грядущем сентябре Дмитрий Кукушкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал